Всем привет! На связи специальный отряд медленного реагирования или Сомар-подкаст. С вами Артемий и Антон. Да-да, привет. Антон, да. Как тебе Оскар в целом? Я люблю Оскар. Всё, что я могу сказать, правда. На самом деле, конкретно этот Оскар меня скорее порадовал за счёт тех людей, которые выиграли Оскар, но об этом, я думаю, мы схожем попойче. А вот церемонию я не смотрел. Да, ну сегодня мы как раз обсудим Оскар и всё такое, и всё к нему присоединяемое, и так как эти все фильмы вышли некоторые давно, некоторые достаточно давно, поэтому все эти фильмы мы будем обсуждать со спойлерами. Если что-то не смотрели, пропускайте. Ссылки все на тайм-коды. Почему я назвал это ссылки, не знаю, но тайм-коды будут внизу. Ссылки в описании, вот. Ну да, ну да, ну кстати, я удивился, на Apple подкастах они не кликабельные, это прям очень странно. Ну в общем, да, тайм-коды будут внизу, поэтому перематывайте, если не хотите словить спойлеров, а если хотите услышать, что мы думаем о фильмах, то да, мы это обсудим со спойлерами. И если с чем-то не согласны, прям смело нам пишите в группу ВК, или ещё где-нибудь в комментариях, оставляйте комментарии. Главное пишите. Мы это будем рады обсудить. Всё так. Ну с церемонии, начнём с церемонии, я в этом году смотрел церемонии, и это было очень странно. Я смотрел церемонию с ОККО, с русским переводом, и там были два переводчика, мужчина и женщина, и по тому, как женщины переводят, даже есть несколько видео с её сборок лучших переводов. Это выглядело буквально так. Женщина-звезда что-нибудь говорит, говорит-говорит, в это время, что говорит переводчица, она мямлит. Ну, она говорит, ну, как бы это сказать. И в итоге один раз я даже засёк, и там вышло на 50 секунд. Она не говорила ничего, а потом просто продолжила с того момента, где сейчас говорит звезда, и просто кусок вот так вот вырезан и отправлен. Но это ещё ничего. Были очень классные ребята в студии, сидели. Там сидели Бурунов и Пересильд, я слабо знаком с этими людьми, но это классическая ситуация, где комментатор пытается... И ещё комментатор был отдельно. Комментатор пытается отпускать какие-то сальные шуточки. О, господи, я видел это. Девушка этого не понимает, этих шуточек, и сидит вообще абсолютно не понимает, что вокруг. Адаптированный сценарий, он... Почему так называется премия? Хм, интересно. Вот. И сидит тоже Бурунов, который такой, господи, зачем я здесь, как я сюда попал? Ну, поправляет постоянно комментатора, когда тот что-то шутит, а он на полном среде... Ну, нет, вообще-то это не так. Вообще-то не вручают премию за лучшего питомца. Ну, это я из головы выдумал пример, но это всё было вот так, типа, зачем вы вообще здесь занимаетесь? Ну, это такие побочные вещи, но в целом про церемонию у меня в этом году уже не было ведущего церемонии, и каждый, кто выходил и вручал что-то, они как бы сами готовили что-то такое, либо номер... Ну, это чаще всего такие шуточные перепалки, некоторые были прям смешные-смешные, некоторые просто стыд какой-то, и я еле там досматривал, это просто кринжовее, чем Бурунов и все остальные с ними были. Ну, это такой Оскар, ознаменованный самодеятельностью просто всех и вся. Да, да, было такое. Там, например, выходили Майя Рудольф и Кристен Вик, это же женщины из СНЛ, и они шуточно ругались, и, господи, это прям одно из самых плохих вещей, которые я когда-либо видел на Оскаре. Вот. Ну, а вообще, я хотел просто ещё почему-то про Оскар сказать. Мне понравилось, что в этом году как-то народная премия. Ну, не в прямом, конечно, смысле, но ты, наверное, понимаешь, что я имею в виду, что я большинство фильмов, которые представлены в лучших фильмах, в лучших сценариях, вообще везде, в лучших режиссёрах, я посмотрел и так их, ну, независимо от того, что это фильмы, которые номинировали на Оскар. А, то есть, у меня не было посмотрено буквально несколько из них, при том, некоторые просто не было возможности, потому что они ещё нормально только-только выходят, например, как тот в 1917. Некоторые я боялся посмотреть, потому что они слишком долгие, и не будем показывать пальцем. Я тоже. Да. Ирландцы. Ну, а остальные прямо, то есть, я смотрел и такой, о, так я понимаю, между чем они выбирают и чем. Да, у меня тоже, на самом деле, в первый раз, наверное, такое. И самое забавное, эти фильмы, которые я не посмотрел, в итоге были наименее оскаровскими, традиционно оскаровскими, по крайней мере, типа «Форд против Феррари». Он как раз звучит абсолютно как какой-то летний такой, ну, не боевичок, но документ. Блокбастер, где «Форд» реально бьётся на кулаках с «Феррари» и кто кого-то. И в лучшем случае они трансформеры, а в лучшем старые мужики. А что если они старые мужики в трансформерах? Это лучший, ещё более лучший случай. Ты знаешь, вернее, не в трансформерах, потому что это было бы странно, а, знаешь, вот в «Пауэррэнджерсах», типа в «Мегазордах» таких. И сценарий Аарана Соркина. Чтобы можно было бы поговорить, да. Чтобы вначале куча диалогов, куча диалогов таких. Нет, это ты, лох. Я не знаю, я пытался изобразить сценарий Соркина, а получился сценарий Андреа Асяна. Да. Ну, а в целом, да, я согласен, правда, там было очень много фильмов, которые были очень обычными. Типа 19.17, и мы очень многие поручили такую судьбу Мэдмакса, в смысле вот именно Fury Road недавнего. И все говорили, что вот он вот как то. Типа такой же вот незамутнённый боевик, который сделал он просто идеально. И что, на мой взгляд, не совсем правда, но мы, в принципе, можем это обсудить отдельно. Да, мы сейчас как раз начнём 19.17 обсуждать, я думаю, но просто сначала скажем, что мы не будем рассматривать брачную историю. И однажды в Голливуде, в списке фильмов, которые мы сегодня обсуждаем, потому что мы обсуждали в подкасте, да. А сегодня мы обсудим 1917, Джокера, Ирландза, Кролика Джо-Джо, Маленьких Женщин и Паразитов, естественно. Вот спойлеры. Ещё раз спойлеры, лёд. Спойлеры, на что мы обсудим, и спойлеры того, что мы обсуждаем, тоже как бы, вот, не словите. 19.17, как тебе вообще в целом фильм? Блин, я вот как раз к тому, что ты говорил сейчас про то, что боевик, и не согласен, я вот не ожидал, что это, ну вот, прям совсем не боевик. То есть, даже несмотря на все взрывы, несмотря на всякие боевые сцены, это всё равно ощущается, как прям такой хороший триллер, не знаю. Пожалуй, да, у него настроение такое. То есть, это постоянное напряжение, постоянно что-то происходит вокруг, не... ну такое, ты беспокоишься за героя, за самого. Но, вот, есть, и, не знаю, 19.17, при всём при этом, мне кажется, немножко переходили. У меня есть такое ощущение, что его все хвалят за условную храбрость режиссёра, за то, что это вроде как такой вот нестандартный подход. Такое немножко, этот, кругодрочка такая. И про то, что одним кадром снято? Да, да, на однокадровости такое повествование, вокруг которого построено слишком много всего. Мне кажется, что это, ну, типа, основное, что происходило в этом фильме. Слушай, ну меня уже спрашивали, на самом деле, и... Ну вот, я хочу тебя спросить, как ты вот к этому относишься, что одним кадром снято, как ты это воспринял? Это создает определённый эффект, и он, в принципе, действует хорошо. Ты, правда, чувствуешь себя близко к персонажу, но знаешь, где ещё ты так себя чувствуешь? В играх. Да, я, кстати, тоже подумал, что это прям такой вид от третьего лица. Игра с видом от третьего лица, и некоторые моменты прям типично игровые такие. Абсолютно, да. При этом, мне кажется, что игры с некоторыми вещами справляются здесь лучше. В том, что пытался сделать режиссёр. Я не помню, это сам Мендес вроде? Да, да. Который, к слову, посвятил, если я правильно помню, фильм своему дедушке, который участвовал в войне, и который рассказал ему, собственно, некоторые из этих историй, положено. Дедушке, прадедушке, наверное. Я читал про этого мужчину, это забавно. Ну, сам этот его предок, это литератор. Тоже много историй писал. И забавно, что он говорил, ну, собственно, Сэм Мендес рассказывал, что его дед не рассказывал о войне, пока ему не стало 70 лет. То есть он, типа, всё это держал. И его дед был очень низким, там, 160 с чем-то сантиметров. И поэтому его как раз очень часто отправляли вот на такие миссии что-то донести, что-то отнести и так далее. Как и в фильме. И очевидно, что это не какая-то одна конкретная история из жизни его деда. Это как бы такая компоновка самых крутых штук, мне кажется, которые с ним случалось или случалось с его сослуживцами и так далее, как мне кажется. Но в целом, блин, мне понравился, знаешь, посыл, что вот мы посмотрели только что такой прям серьёзный, изменяющий характер и жизнь, ну, типа, опыт человека. Но по факту это просто один день из войны обычного солдата. Ну да. По большому счёту. И то есть ты понимаешь, что это было почти каждый день, такие вещи. Ну, то есть не прям такие, но вот такие тяжёлые и серьёзные. И это работает гораздо сильнее, чем во много других фильмах с натужной драмой, где показывают, как солдаты страдают и как им там плохо и так далее. Вот это, типа, один день, знаешь, такое что-то ещё общее с реалити-шоу как будто есть, что ты прям с ним живёшь, как будто это... Ну, ты следишь за живым человеком. Да, да. Я согласен. А про съёмку мне понравилось, что нету такого, что это in your face, скажем так. Ну, то есть, что смотрите, как я могу, это всё снято одним кадром, и вау, как это классно, но об этом забываешь, пока смотришь. Не знаю, мне было довольно сложно об этом забыть, хотя я согласен, что это можно было сделать гораздо более навязчиво. Приведительно, как наши русские режиссёры-блокбастеры везде слоумусы, приведительно так же бы это выглядело. Ну, не знаю, мне как раз нормально. Нет, это могло бы так выглядеть, а здесь так не было. То есть я согласен с тем, что можно было бы сделать гораздо хуже. Но при том всё равно это изначально как затея, кажется, чем-то, ну, таким, не знаю, пустопорожним, что ли. Не, единственное, когда я замечал, что, ну, вспоминал, что это всё снято одним планом, это вот типа на склейках. Знаешь, эти классические моменты, как скрыть, что, типа, мы склеили два кадра, прокрутить камеру через какую-то статичную вещь, типа, там, окоп или ещё что-то, где нет людей, где нет движущихся каких-то частей и так далее. То есть вот я такой, а, ну вот этот вот пролёт, понятно, зачем, точно, тут же всё одним кадром снято, но всё равно круто. Мне понравился, то есть я военные фильмы в целом не люблю, но, как я сказал, тут, во-первых, очень мало общего с военным фильмом. Это, то есть, ну, мне прям триллеры вспомнилось. То есть когда ты следишь за человеком, и тебе страшно от того, как он из этой ситуации выберется, из конкретной, в которой он оказался, и как бы это просто могло быть как на войне, так и не на войне. Нету такого, не знаю, вот героизма, как показывают в военных фильмах. Нету вот этого ура-героизма про то, что вот, он превозмогал, и всё-таки смог доставить эту штуку, там, доставить пакет до... Что угодно, да. Да. И ещё я, если честно, надеялся, мы пока без спойлеров обсуждали, так что вот спойлер, мы же не зря предупреждали. Я, если честно, как раз думал, что вот этот вот героизм и самопожертвование, всё такое, как-нибудь вернётся из начальной ситуации, где он сначала руку повредил, а потом эту руку, типа, в труп опустил. Да. Я думал, что это, знаешь, вернётся, что вот у него там гангрена начнётся, ему придётся там руку рубить или ещё что-то, и это как-то будет очень всё выглядеть, но, слава богу, нет. А у меня, кстати, вот именно с этим возникли небольшие проблемы, потому что мне кажется, что в целом очень много событий в фильме, хотел сказать, в игре, построены вокруг таких вот ресурсов, как будто бы, да, то, что он повреждает руку, то, что он отдаёт свои запасы матери-француженке, ну, которая с ребёнком. Ну, она не мать, в смысле, она скорее... Угу. Ну, ты понял. Да, да, ну, просто женщина. Да. Которая присматривает за ребёнком. В общем, да. И оно как-то вот немножко для меня не работает, потому что события как будто бы происходят, а мы не видим последствий выборов персонажа. Главного героя. Возможно, это потому, что этот фильм слишком сильно воспринимается как игра. Ты хочешь увидеть здесь какую-то интерактивность, как будто бы ты сделал... Слушай, у меня были прям абсолютно такие же мысли, и когда он повредил руку, и когда он передал продукты, что я думаю, так, это вот игра, если бы была, то вот он руку повредил, значит, он в будущем не сможет что-то этой рукой сделать, как до чего-то достать. Ага, а вот если бы он три раза руку повредил, она у него вообще отвалилась. Кстати, прикольную игру можно было по этому поводу сделать, что вот он идёт по войне, как что-то теряет. Потом я вообще подумал, знаешь, что это мог бы быть типично пародийный фильм, даже не пародийный, а скорее такой, как же это называется, не стёбный, а вот иронический, короче, фильм про то, как чувак идёт, и постепенно у него всё больше и больше ранений, и, знаешь, он уже до абсурда, типа, выходит, как, знаешь, в сражении с чёрным рыцарем, что вот так, рука, потом он вляпывается в это, потом его взрывает, потом его там пуля ранит, потом он в итоге доходит такой, весь в пулях, без рук, без ног такой, докатывается кое-как. Вот. Мне ещё очень понравилось, как в этом фильме темп сделан, что там все вот эти моменты с экшеном, с триллером и так далее перемежаются со спокойными, и нету такого, что ты устаёшь от того, что, то есть, вокруг что-то происходит, тебя сразу как бы дают отдохнуть немножко лёгкими моментами. Да, кстати, некоторые моменты, даже те, которые с действиями, они были очень красиво сделаны и иногда полномерны, как с ночной пробежкой под обстрелом. Блин, это вообще, да, круто. Да, то есть, там в целом звуки и музыка очень эффективны и просто сделаны. То есть, в некоторых они сделаны очень круто, а в остальное время они просто, типа, хорошо работают. Это тоже, мне кажется, одно из таких сильных моментов. А ещё мне очень понравилась небольшая деталь с тем, что у них, если ты, возможно, тоже друг заметил, у них известность актёра напрямую зависит от его ранга, персонажа, которого он играет. То есть, генерал был Ходин Фёрд. Да, это я... Полковник Камбербэтч. Лейтенанту можно отдать тому чуваку из Игры Престолов. Не, ну слушай, ну Марк Стронг всё-таки не самый известный человек. Ну, Марк Стронг тоже был, ну, типа, он не полковник, но он майор, по-моему, капитаном он был. То есть, его всё равно старше. То есть, да, но, типа, сейчас чуть менее популярный, чем Камбербэтч. Ну да, да, согласен. То есть, да, у них такое прям... Мне кажется, что это было специально сделано, это забавно. К слову, к слову, к слову, ты про звук говорил, на 1917 как раз и взял Оскар за лучший звук. Ну да, да, вполне заслуженно, наверное. За звук или за музыку? За звук. Угу. Точнее говоря, я не помню, кто уже взял за музыку. За музыку... Дима, прочее или всё. Нет, за музыку конкретно, типа, за саундтрек, ты имеешь в виду? За саундтрек, наверное, да. Сейчас... Ну, неважно. Я просто помню, что за лучшую песню взял Рокетмен, это вот я точно помню. Вот. Хотя, на самом деле, эту песню из фильма я не помню. Не запомнил, да. Вот. Ещё одно последнее слово про 1917 с небольшим таким минусом. 19... Ну, как бы, война первая мировая немножко не вторая мировая в плане как бы враждебности разных сторон внутри этой войны. Я к тому, что в этом фильме были односторонне хорошие американцы и ужасно плохие немцы. Хотя, ну, это очевидно как бы не то же самое, что происходило во второй мировой. здесь идти... Все стороны просто боролись за территорию. Они все были очень странные, со странными претензиями друг к другу, очень надуманными и абсолютно... А почему здесь плохие немцы были? Ну, там был немецкий пилот, которого они спасли, который ни с чего вдруг решил их прирезать, хотя... Слушай, ну, это война, не знаю. Ну, то есть, он не хотел в плен, очевидно. Мне не кажется, что здесь... Ну, то есть, опять же, плен не такой же плен, как был в Второй мировой. Не зря во время Первой мировой было там Рождественское перемирие, например, которое было целиком и полностью как бы по сути оформлено солдатами, обычными, а не офицерами, которые... Не, ну, это... Это, конечно, да. Очевидно, что Рождественского перемирия не могло быть во Второй мировой, например. То есть, не было такой ненависти к врагу, мне кажется. Я помню. Да-да-да. Не было такой. Не было. Мне, кстати, понравилось, что каждый раз, когда, знаешь, это немножко смещается, опять-таки, по сравнению с другими военными фильмами, где врагов убивают там пачками и так далее, и в целом, ну, то есть, идёт очень много смертей и положительных персонажей, и отрицательных персонажей. Вот. Здесь каждая встреча с немцем один на один, это всегда потеря для персонажа. Да. То есть, мне понравилось, что это... Нету даже такого, что он воюет там в толпе против безликой, как, например, в сцене погони, когда он убегал от немцев в ночи, это было всё-таки... Скорее, он воюет не с конкретными немцами, а с силой такой. То есть, это был классический военный момент, но... Ну, из военных фильмов, я имею в виду. Но вот каждый раз встреча с конкретным человеком, немцем, это постоянно проблема для героя, и это немножко отрезвляет, что ли, что... Ну, из этого тоже война состоит, что это не только героизм просто, а типа вот повседневные ситуации, в каждой может подстерегать опасность, в каждой что-то может пойти не так. Да. Даже в заброшенном бункере... Значит, не бункере, ты понял, из начала фильма. Да, да, да. Ну, в целом, да, это как бы про войну как ежедневную борьбу, а не как способ проявить себя. И вот у меня тоже мысль была всё-таки много параллелей с Безумным Максом. Как тебе, например, если два этих фильма сравнивать, что тебе больше нравится, Безумный Макс или 1917? Мне кажется, что Безумный Макс, он как-то более интересен как история, потому что он абсолютно очаровывает миром и тем, как он этот мир показывает. Помимо того, что это абсолютно компетентная история с интересными персонажами. 1917, конечно, снят интереснее в плане того, как он передаёт именно настроение персонажей, но и персонажи мне здесь кажутся менее интересными, они скорее, опять же, во многом, как в игре, нужны для того, чтобы ты прочувствовал просто через них какие-то события. и сюжета здесь как такового нет, если не считать отдельные события, также происходящие с персонажем. Но это же как раз из этого складывается сюжет. Ну, в целом, да, но я имею в виду, что здесь это скорее как бы бесконечная борьба, которая происходит с персонажами, что в целом справедливо для многих фильмов, потому что это всегда какой-то конфликт, который происходит между персонажами. Но здесь он как бы просто случается с ними, и, ну, не знаю. Тем не менее, как бы он был номинирован за лучший оригинальный сценарий. Ну да, наверное. Ну, не знаю, мне, если честно, больше в итоге... 1917 понравилось. Мне сложно, мне сложно сказать. Мне просто понравился и тот, и тот, и я не могу так однозначно, даже вот если там прям спросят, что больше понравилось, 1917 или Безумный Макс, потому что вот как раз в Безумном Максе мне понравилось именно то, что атмосфера вокруг, то есть вот, что это мир продуманный, проработанный, но мне как раз не понравилось, как показывали персонажи, мне не очень понравилось в целом сюжет про убегание и так далее, хотя здесь 1917 он еще проще, но он как-то понятнее, что ли, да. И при этом, то есть, видишь, каждое событие с героем, оно само по себе. Знаешь, да, реально очень похоже с компьютерной игрой, что это куча второстепенных квестов по пути к основному, которые не влияют на сюжет в общем, но сами по себе очень интересная побочная история. Да, я думаю, нам пора переходить к чему-нибудь еще. Да. Давай. Довольно давно оба, наверное, посмотрели Джокера. Угу. Я уже часто, честно, частично его забыл. И Джокер был довольно странным фильмом, на который я шел с предубеждением слегка, точнее, даже не только с предубеждением, сколько с подозрением. Я, естественно, слышал крики медиа про то, что «О, господи, это же фильм про Энцелов! Что же будет? Вы провоцируете их на стрельбу!» Что довольно странно. СМИ, СМИ, которая заключается в... Которые собирают поехавшие твиты из Твиттера? Ну да, то есть там были такие очень... Или что-то хотя бы относительно профессиональное. Я не помню, это было довольно давно, но я очень много в целом слышал про это криков. Естественно, еще больше я слышал криков про то, что кто-то кричит об этом. Но это просто опять же во многом обусловлено просто тем, где я нахожусь в Твиттере. Ну то есть просто те люди, которых я читаю, в основном жаловались на то, что вот люди опять странно себя ведут по отношению к фильму. И, естественно, все эти опасения в общем-то не оправдались, а фильм хороший. Переходим к следующему. Переходим к следующему. Нет. Ну вообще, да, мне понравилось, как был представлен мир, мне показался он, если честно, все равно каким-то простым фильмом. Да, да, это абсолютно так, он простой, он чрезвычайно мрачный во многом, мне кажется, ради мрачности, и мне в целом кажется, особенно после многочисленных интервью и небольших всяких вопросов и всего остального с, как звали, директор Атут Филлипс, да, с Тоддом Филлипсом, что фильм получился хорошим во многом случайно, ну то есть тот Филлипс, на мой взгляд, очень удачно ухватил повестку времени, из-за чего всполошились медиа некоторые, особенно те, которые пытаются апеллировать к меньшинствам или к феминистским, условно таким либерально прогрессивным гражданином, потому что он поднял вопросы, которые людей определённо волнуют, он их попытался как бы комплексно включить в то, что происходит с главным героем, но как-то вот так всё это дело скомпоновал, что эти вопросы там остались в фильме, они типа поднимаются, на них никто не отвечает при этом, а в итоге главный герой просто поехавший психопат, что всё равно довольно странно, потому что это была единственная моя претензия, по-моему, когда мы собственно смотрели этот фильм, его неназванное заболевание или даже несколько заболеваний комплексов, оно проявляется в том, что он типа я поехавший психопат, я буду убивать кого я захочу, ахахахахахаха, при том, что первая половина фильма это было наоборот довольно тонко показано, что это человек с вполне конкретной проблемой, очень необычной и в чём-то даже отдающим магическим реализмом. типа слушай, а ты воспринял это, что вот это я буду всех убивать из-за того, что он психопат? Мне показалось, что фильм так его немножко позиционирует, я поэтому говорю, что мне кажется, довольно случайно получилось всё остальное. Мне скорее показалось как раз таки, знаешь, что эта история, вот он, ну он не психопат, у него психические расстройства какие-то, да, и это просто то, из-за чего он ломается, ну то есть, знаешь, есть же много фильмов про то, как сломавшийся герой его всё в конец задалбывает, он берёт пушку и идёт всех убивать. Да, и это не помогает нам в, ну типа, как это сказать, в целом, да, я согласен, это определённо показано так, что у него есть какие-то проблемы, которые приводят к срыву, хотя, блин, мы же всё равно можем это со спойлерами обсуждать, чё я елю тут, да, нам определённо показывают, что, значит, у него дело не в том, что он сам по себе имеет какие-то заболевания, а в том, что кто-то закрыл значит, эту благодарительную программу, по которой ему были положены лекарства, и лекарства он больше получать оттуда не может, и то, что у него нет нормальной работы, и он работает там, где получится, и другие работы его не берут, и, в общем, комплекс всяких разных событий, которые к ним происходят, приводит к тому, что он срывается, как бы, и всё ещё едет катушкой, ну, то есть, катухой. Ну, просто, просто, да, из-за того, что ты из-за того, что у него и так были психические расстройства, скажем так, срыв у него сильнее, чем у обычных людей. Ну, вот, я это воспринял. Не знаю, мне, ну, то есть, это так и должно быть показано, но мне кажется, что это всё ещё делает больше плохого для настоящих людей с настоящими заболеваниями, чем хорошего. Нет, конечно, вопросов нет, но просто, а почему фильм должен в целом делать для них что-то хорошее? Ну, то есть, я, конечно, понимаю, что, ну, то есть, мне жалко людей этих и так далее, но ведь в целом этот фильм не позиционировал себя как что-то, что изменит ваше отношение в положительную сторону. А, нет, дело не в изменении отношений в положительную сторону, а в том, чтобы не создавать фальшивый страх перед психическими заболеваниями. Ну, то есть, никто, естественно, не обязан делать что-то для других людей, но если ты рассматриваешь, если ты создаешь персонажа с психическим заболеванием в своём, в любом произведении, то будь добр, как бы, ну, пусть даже оно вымышленное, наделить его человеческими чертами, а не сводить, в конце концов, к тому, что он безумный психопат. Псих. Но, с другой стороны, меня тоже... Может быть, это я сейчас надумываю уже после того, что ты сказал, но, опять-таки, почему, знаешь, в мире силы, скажем так, в котором мы до сих пор живём, почему это не воспринять как, слушай, don't fuck with people with psychotic и так далее, что давай ты лучше, типа, его не выводи, а то это может, возможно, плохо кончиться, только в реальности это плохо кончится для человека с психическими расстройствами, а, как бы, фильм показывается, что это плохо кончается для тех, кто выводит этого человека, и именно как месседж, что не шути с этим чуваком, а лучше прими его и пойми, и тогда всё будет нормально. Почему это не рассматривать как такой, например, месседж? Потому что это всё ещё демонизирует этих людей, ну, то есть, обратная сторона монеты с тем, что, типа, ой, не шути с ним, а то он сейчас разозлится и будет по всем стрелять, это то, что, ой, давай мы не будем брать его на работу, потому что, а вдруг, вам ни с чего разозлиться и будет по всем стрелять. Ну, то есть, довольно странно всё ещё. Ну, я видел также, что многие люди со мной не согласны, и некоторые говорят, что этот фильм, наоборот, хорошо подчёркивает комплексные систематические проблемы, которые такие люди испытывают. Ну, например, в том же вот, в тех же сложностях с получением лекарств, вот, или с какой-либо вообще поддержкой общества, и, опять же, с демонизацией и с тем, что над ним вот издевались эти чуваки, которых он в итоге застрелил в метро. Мне кажется, мы довольно много говорим конкретно об этом аспекте фильма. Можем переключиться. И если тебе ещё, как бы, есть что сказать, можешь сказать сейчас тогда. Не, ну, в целом, просто, всё равно, несмотря на всё это, тебе скорее понравился или не понравился фильм? Да, мне скорее понравилось, это было просто, ну, как бы, часть моих ощущений от фильма. Фильм, правда, хорошо снят, и его действительно не зря доминировали также на лучший звук, если я правильно помню. Я забутался в номинациях. Лучшую музыку. Лучшую музыку. И он выиграл лучшую музыку. Да, потому что там есть довольно красивые моменты, а Хоакин Феникс замечательно играет особенно все срывы Артура. Особенно, как бы, вот этот смех, он прям, да, он прям очень хорошо, по крайней мере, в русском варианте звучит очень. Хоакин Феникс красавчик, в русском варианте вообще звучит прям. да, да. Ну, то есть, видно, что он их играет, но также, типа, при этом даже в русской озвучке смех получился очень впечатляющим во многом за счет того, как он, типа, лицом показывает, мимикой, что ему очень не хочется этого делать в этот момент. Там не один раз в фильме прям очень четко видно, что он всеми силами пытается не смеяться. Фильм немножко сильно драматический, ну, то есть, типа, он прям драму нагоняет просто любым моментом. Всеми своими пафосными речами про я думал, что моя жизнь трагедия, а это оказалась комедия. Он немножко становится таким эджи, что, наверное, тоже, ну, допустимо, или, по крайней мере, или даже, даже, точнее, не по крайней мере, а даже хорошо для кинокомикса. С другой стороны, он на кинокомикс больше не похож, особенно, на мой взгляд. Ну да, в целом, тут про Джокера-то ну, нет. В целом, скуль, давно смотрели, у меня лично мысли довольно скомканные, но если ты продолжишь, я, возможно, смогу тоже что-то включить в свое. Да нет, я просто хотел заключить, что это хороший фильм, но мне немножко испортило ожидание, просто я его смотрел не прямо сразу, как он вышел, а там через неделю, через две, когда стало выходить куча там теорий на ютубе, куча всякого описания и СПГС на реддите, что вот это все не так просто, как кажется, и так далее. А я посмотрел, ну, окей, простой фильм. Единственное, что там меня смутило, но не то, чтобы смутило, типа, ну, окей, это могло быть интересной теорией, это то, что вот он залез в холодильник, и на самом деле он умер. Ну, ладно. Ну, это джокер, маловероятно, но, да, ну, типа, вот он залез в холодильник, и после этого он стал таким крутым чуваком, всех убивать и так далее, потому что это его предсмертный огонь. Ну, ну да, может быть, но это не очень классная теория, это в целом интересное обнаружение, то есть, типа, опять-таки, то, что его девушка на самом деле не его девушка, это было понятно сразу, притом мне не понравилось, как они решили объяснить самому тупому зрителю, показав все эти моменты, что на самом деле её рядом не было, можно было в целом это оставить, как эта девушка выходит и такая, ты кто вообще такой? И всё. да. Вот, ну да, хороший фильм. Заслуживает ли он Оскара? Мы так, ну, Хакин Феникс, да? Хакин Феникс, да, определённо. Всё остальное в меньшей степени. Окей, давай посмотрим тогда на что-нибудь, что мы смотрели совсем недавно. Да, дальше можно поговорить про Ирландца. Пока мы начнём обсуждать фильм, у меня есть очень классная история про то, как я, про то, насколько он большой, сам по себе этот фильм. Потому что у меня было такое, что я поехал в универ перед тем, как скачал его себе в Нетфликсе на телефон, всё, еду в универ, смотрю, потом еду обратно из универа, тоже смотрю, посмотрел немножко дома, потом поехал ещё встретиться с друзьями, вернулся домой, ну, и встретился с друзьями тоже, пока я ехал туда, тоже смотрел, вернулся домой, на следующий день просыпаюсь, думаю, ну, надо досмотреть фильм. Вот, я включаю, а там ещё 2.10. И я такой, хм, интересно. И это в целом необычное ощущение, когда ты по, ну, по своим воспоминаниям в голове думаешь, окей, я уже посмотрел полнометражный, притом достаточно большой фильм, потому что, ну, час 40, это уже, типа, ну, нормальный полнометражный фильм, но тебе остаётся ещё 2 часа смотреть, и ты такой, хм, где-то меня обманули. Да. Вот, ты посмотрел его в один подход? Я посмотрел его в один подход, но я смог заставить тебя это сделать, только включив параллельно... А, нет, в руку, не в один подход, потому что в какой-то момент я сказал, нет, если я вот прямо сейчас, я уже начинаю голодать, и мне нужно пообедать, но также я планировал побегать сегодня с утра, и если я не сделаю всё это прямо сейчас, я никогда его не досмотрю, в смысле, типа, никогда это не сделаю, точнее. Поэтому я его поставил на паузу, где-то на середине фильма, ушёл бегать, вернулся, там, сходил в душ, приготовился поесть, сел есть, и только тогда досмотрел. И то только при условии, что я параллельно включил Слэйз Испайер и вернул в него. Вот это да. Да. Так что я смотрел невнимательно. Если я буду рассказывать про какой-то другой фильм, это вот пообъяснит вам причину. Вот так вот. Ну ладно. Но в целом, мне ещё очень понравились мемы про то, как правильно смотреть ирландца, и там, знаешь, есть, как его смотреть как в сериал. Досматриваете вот до этой точки, потом делаете паузы, потом до этой точки и так далее. И там очень много стали про другие фильмы такое писать. Типа, как посмотреть такой-то фильм, как мини-сериалы, там, пятиминутные отрывки, например. Или там... Ещё это забавно. Да, да, это забавно, потому что, правда, ирландец огроменный. И при том, когда ты вспоминаешь этот фильм, он мне кажется таким огроменным. Да. Кажется, что все события происходили, ну, типа, довольно органично. Всё развивалось, вроде, не то чтобы... Наоборот, как бы, это огромный период времени, ужатый в довольно малое количество хронометража. Притом, этот огромный период времени мне очень тяжело. Мне не было проблем с графикой, как многие говорят, говорили, что вот ужасная графика, там очень плохо омолодили, но у меня были проблемы с тем, что они всё равно даже омоложены, выглядели как достаточно взрослые люди, и поэтому следить за ходом времени по их лицам, как было бы, ну, в любом другом фильме их бы гримировали, делая более старыми, и понятнее стало, становилось бы, что они более старые, было очень тяжело. то есть они с самого начала взрослый человек, и ты потом смотришь, но он немножко постарел, но типа, а сколько лет прошло? Это 10 лет прошло? Это 5 лет прошло? Это 20 лет прошло? Тут уже не скажешь вообще никак. То есть, большая разница только между ними, ну, обычными, и в самой-самой концовке, когда они все седые. вот чувствуется, но до этого... Да, это очень частая там проблема, потому что тебе кажется, что это происходит на следующей неделе, а сюжету прошло там, типа, несколько лет. Да, а потом, типа, прошло несколько там, типа, да, недель, а потом появляется дочка главного героя, только она уже взрослая женщина. И ты такой, ааа, аа, вот через сколько это прошло. Да, да, да. Понятно, ясно. И аналогично, точнее, на противоположную сторону у меня это работало ближе к концу, когда они едут на эту свадьбу, ну, условно, едут на свадьбу. И ты все это время думаешь, что прошло совсем, типа, много времени, что это очень уже, типа, лет 15, типа, это уже, они уже все старые, хотя на самом деле, типа, прошел сколько там, год-два. Ну да. С момента, с последнего такого вот сегмента. В общем, странно. С временем у фильма все странно, во всех отношениях. Но с сюжетом в целом, как бы, более-менее ок, и за ним даже интересно наблюдать. Слушай, еще более интересно, почему у меня еще так долго получилось смотреть, это у меня заняло в итоге гораздо больше, чем 3,40, сколько он идет, то, что Скорсезе, он прям гордится своим неймдроппингом. Типа, так, вот я введу вот этого чувака на 5 минут, скажу, кто он такой, и, типа, выведу из сюжета. Либо его убьют, либо он просто перестанет появляться, и все. И это смешно, потому что я гуглил этих людей, и про них огромные статьи на Википедии, которые завязаны все друг на друга, завязаны еще на кучу других чуваков, когда тебе становится интересно, окей, он входил в семью этих, мне интересно, что это за семья. Ты заходишь, у тебя там 20 вкладок открыты, и в итоге это все только вокруг одного человека, которого Скорсезе ввел на 5 минут. А после этого он вводит еще какого-то человека, и это вообще абсолютно другой мир, и другие люди. Но какие, как-то они как-то немножко завязаны на предыдущих, и у тебя такое огромное впечатление о вот этом мире мафиози складывается. И у тебя, кстати, не было ощущения, что это все равно выглядит между собойчиком таким мафиозным, что у них очевидно и в реальности, и в фильме было много влияния вообще на жизнь, но как будто все проблемы, которые рассказывает фильм, это были внутренние проблемы, которые вообще никак не влияли на других людей. Ну да, да, было такое. Особенно все, что в целом касается... Ну то есть, мне не очень в этом плане понравилось, например, как показана деятельность Джонни Хоффа, собственно, этого лидера профсоюзного, потому что нам показывают его столкновения со своими же подчиненными или с людьми, которые входят в его профсоюз, и как просто типа, ну, у меня есть их деньги, а потом у меня нет их денег, или я все еще контролирую их деньги, или часть этих денег можно пустить на строительство вот этого здания, и я, может быть, заработаю больше денег. Ну, он просто типа все это воспринимается, как любой другой чувак с кучей денег. Нам не обязательно знать, что он вообще чем-то занимается даже. Ну да. Это странная позиция такая персонажа. Все разборки и все такие моменты, которые происходят, они тоже... Ну то есть, окей, это наш чувак, который связан с мафией, с ним надо разобраться. Это вот как будто похоже на какие-то, знаешь, закрытые группы ВК, у которых борьба админов за власть идет, за эту закрытую группу. Но как бы всему остальному ВК... Ну, наплевать, что там у них происходит, как там... Ну, то есть, периодически, может, какие-нибудь новости, знаешь, ТЖ какой-нибудь выпустит новость про то, что там драма какая-то. Ты такой, ну, наверное, да. Наверное, драма. Мне кажется, это может быть даже сделано специально, потому что фильм, очевидно, про власть, и здесь у многих людей есть власть в разном самом смысле. И в контексте преступного мира он, наверное, впервые... Ну, не впервые, но наиболее активный из всех Скорсетовских фильмов говорит о том, что Бондосом-то быть вообще не очень. Ну, то есть, нам не зря, как ты говоришь, делали этот неймдропинг. Нам постоянно показывают людей не просто так, а сразу с тем, как они умерли. Типа Монгус сообщает их имя и то, что... А потом его, ну, застрелили просто через пару лет. И это касается, собственно, большинства персонажей этого фильма, даже некоторых из главных героев. Они просто умирают, а другие просто убивают. Все убийства, если ты помнишь в этом фильме, они очень такие... Руфлос, что называется. Они не то чтобы жестокие, а просто эффективные. Очень механические. Обычные, да. К тебе просто подходит человек, стреляет два раза в голову и уходит дальше. Ну, как мне кажется, и было на самом деле. Ну да, да, что наверняка похоже на правду. Возвращаясь к этому, меня Google, видимо, подсмотрел, что я на вкладке перехожу про мафиози и стал мне советовать миллионы видео, притом с одним и тем же чуваком и от разных изданий про то, как он смотрит и оценивает мафиозные фильмы, мафиозные игры и так далее. И вот он такой, типа, там, знаешь, классическая сцена, как чуваки с томмиганами выходят и расстреливают машину. Он говорит, блин, что-то странно. Ну, а зачем, если можно подойти, когда он выйдет из машины, там, выстрелить револьвером в человека и уйти? В чем суть? Зачем так много людей? Чем больше людей об этом знает, тем больше шансов, что кто-то расскажет ему. И он такой хвалит. Ну, вот это похоже на правду. Единственное, что мне понравилось про Хофф, он сказал, что это было не так. Ну, я знаю, кто его убил, но точно не он. И это забавно, что тоже из того, что я гуглил, очень много событий, которые показаны в фильмах. Ну, фильм же снят на основе биографии. Книги, автобиографии даже. Нет, не автобиографии. Нет, по-моему, просто биографии. Он кому-то рассказывал эту историю и кто-то описал. Но в целом не факт, во-первых, что тот чувак, который это рассказывал, это надёжный рассказчик. Во-вторых, не факт, что человек... Ну, то есть это через четыре руки прошло. Не факт, что это тот, кто написал, там не приукрасил ничего. И в итоге Скорсезе не факт, что взял всё так, как было в книге. Да. И в целом мне почему-то это напомнило. И очень много событий, которые прямо на Википедии описаны, вот они не так были. То есть они кого-то убивали, и его убивал не вот этот главный герой, как в фильме, а просто какие-то там три других человека. И вообще, то есть в целом всё так. Вот только вместо того, что главный герой зашёл и выстрелил в кафешке мафиозного босса, зашло три человека, других не связанных с ним, и убило его. И у меня сразу ощущение, знаешь, такого Ассасинскрида в голове. Опять игровыми аналогиями, что это какие-то исторические события, которые реально были. А фильм такой говорит, ну вот ещё там был вот этот главный герой, который связывает между собой все эти исторические события. На самом деле всё было так, но немножко не так. Был ещё вот этот чувак там. И вот он берёт и все эти события складывает вот в такую картину. Знаешь, как картина мира мафиозного мира в 60-х, 70-х годах, но вот с такой маленькой зацепочкой. Я понимаю, о чём. Мне кажется, что это было бы очень интересно показать, хотя, наверное, менее традиционно в плане стори-теллинга. Через какой-нибудь предмет, знаешь, здесь у главного героя в какой-то момент появляется Перстин, который из всего трёх людей и только один из них ирландец. Представь себе, что был бы похожий фильм про мафию в глобальном смысле и про их разборки, но рассказанный не совсем от лица одного персонажа, а от лица разных персонажей, участвующих в этих разборках, а точнее от лица Перстина на пальце каждого этих персонажа. Ну да, понятно, понятно. Убили этого чувака, Перстин подобрал другой чувак и дальше пошёл, значит, разбираться со своими делами. И таким образом получилась просто какая-то уйма персонажей, которые постоянно друг друга убивают, и всё очень плохо. Но по факту здесь же фильм примерно про это. Ну да. Только вместо Перстня живой человек. Да, да. Единственное, что фильм вот из такого калейдоскопа в итоге превращается в историю про Хоффу, ко второй половине, и как бы это такой отдельно два фильма. Один – это становление героя, и второй – фильм про как герой жил с другим влиятельным человеком и как это всё завершилось. Ну, в целом, как бы я видел такую интерпретацию этих событий, что фильм во многом про верность и про слепое исследование, ну, типа, каким-то своим кодексом или принципом, которые никому не нужны при этом. А, кстати, про слепое исследование я не очень понял. Вот. Объясню, в чём дело. Главный герой единственный раз испытывает какую-то, ну, он даже говорит об этом в конце, единственный раз испытывает какой-то стыд за убийство человека, когда убивает Хоффу, собственно. Потому что… Не потому что ему его жалко. Он до этого знал тоже людей, которых он убивал. А потому что он и ему был верен в какой-то момент. То есть здесь произошло столкновение его желания быть полезным, которое проявилось, впервые появилось на войне. Слушай, Ань, тебе не кажется, что ему стыдно не за это, там, по-моему, он даже когда с священником общался, а за тот звонок, который он должен был позвонить и врать по поводу того, что это не… он ничего не знает, что с ним произошло. Ну, возможно. Единственное, о чём он не стал рассказывать священнику, как фильм показывает. Ну, да, мне кажется. Но это явно связано, опять же, мне кажется, что это связано не только с личностью конкретного человека и симпатии к нему, сколько в том… Зачем, как раз наоборот, с тем, что ему лично был Хоффу симпатичен, и он был ему тоже верен в какой-то момент, пока не произошла такая коллизия интересов внутри него самого. И он должен был выбрать чью-то сторону. Но поскольку у кого-то власти больше, чем у кого-то другого, он, собственно, Хоффу устранил. При том, что Хоффу был единственным человеком, который как раз, ну, перестал играть по правилам мафии в этой во всей Кутерьме фильме, за что и был убит. А в конце всё равно остаётся так, что главный герой, даже после того, как все люди, к которым он имел отношение и к которым он был верен, даже когда они все мертвы, он всё равно остаётся им верен и не может ответить, почему. И приводит это его, собственно, к финалу фильма, в котором он одинокий сидит и боится закрывать дверь. Ты думаешь, он боится закрывать дверь? Он говорит, что ему не нравится, когда... Ну, так это же, типа, точно так же, как Хоффа делал, когда они вместе жили. То есть это же как раз аллюзия на то, что когда он вместе с Хоффой жили в одном номере или у него дома, и Хоффа постоянно так делал. И я это воспринял не то, что ему страшно закрывать дверь. Притом, это как-то странно. Тебе не кажется, это какой-то странный страх? Ну, да, да, я понимаю. Ну, типа, ему страшно оставаться одному и не с собой. Я думал об этом вот так. А, ну вот это уже, да, другой вопрос. То есть ему в целом всё-таки за всё это стыдно, и в целом ему ещё стыднее за Хоффу, и он по нему скучает, что ли. Ну, да, возможно. Вот. Ну, а вот по поводу верности, мне кажется, это как раз-таки интересная история по поводу того, что человек добился всего просто из-за того, что он, ну, верный был. И это в целом достаточно интересный мотив, что вот есть куча мафиози, которые пытались прийти к власти и как-то делали это разными способами, как-то ставили свои интересы. А человек просто выполнял чужие приказы и в итоге добился достаточно высокого положения. И в гражданской жизни он стал там, был президентом вот этой профсоюзной организации. Да. И в мафиозной жизни он тоже был на достаточно высоком положении. И, то есть, просто история про то, что если ты хорошо делаешь свою работу и не ставишь много вопросов тем, кто выше тебя, ты можешь многого добиться. То есть, я не совсем согласен с этой идеологией как бы в жизни, но как бы это, скорее всего, даже несмотря на то, что я с ней не согласен, это такая очень, очень правильная... Не знаю, мне не кажется, что фильм это пытается сказать. Опять же, потому что мы видим по тому, как фильм заканчивается, что это позиция, которая не принесла в итоге персонажу ничего, кроме вот этой вот комнаты в хосписе и родственников, которые отказываются с ним разговаривать. Ну, в частности, дочери. То есть, у него нет каких-то особых... ну, это особой власти ни над кем. Даже над собой-то уже, по сути, нет. Не, ну, слушай, это же просто из-за того, что это скорее профессиональная пробдеформация просто. И про то, что... потому что он работал на мафии. Но если, типа, такого же человека оставить работать на... ну, где-то ещё, то он точно так же теми же методами этого и добьётся. Просто из-за того, что он станет не правой рукой главы мафиози, а правой рукой директора страховой компании, от него уже дочери не отвернутся, я подозреваю. А мне кажется, что всё ещё могут. Ну, то есть, дело нельзя просто, типа, ты что, правая рука директора страховой компании? Я ненавижу страховой компании. Нет. Не в этом смысле. А в том, что если он руководствуется не своими внутренними какими-то желаниями, не своей мотивацией родной, а просто желанием быть полезным, им очень легко манипулировать, и в итоге он всё равно будет делать вещи, которыми останется недоволен внутри себя, но которые, типа, не сможет озвучить. Даже на посту, типа, директора страховой компании ты можешь обманывать вкладчиков в эту страховую компанию, типа, людей, которые покупают страховки. Ты можешь выжимать последние соки из своих клиентов, выдавливая по гигантским ценам из них еле-еле работающие страховки, у которых куча мелким шрифтом подписанных пунктов, за которых они не смогут потом прийти к тебе с претензиями. Ну, то есть, разные профессии могут быть нечестными, и разные профессии могут быть эксплуативными по отношению к другим людям, если у тебя нет какой-то своей идеологии, если ты просто пытаешься следовать приказам. Ну да, я согласен. И вот я просто последнее, что хотел сказать, что несмотря на то, что там очень много ставил таких моральных дилемм и просто последствий для главного героя фильм, очень много таких событий было, которые должны, по идее, ударить, по зрителю тоже в том числе. Они ударяли, но ни одно из этих событий в итоге не перебило, Джо в сделку не входил из «Мафии 2». Ты играл в «Мафии 2»? Я не помню, честно говоря, этого момента я играл. Там просто это самая-самая концовка, когда ты договариваешься с тем, что окей, пожалуйста, простите меня за всё, что я делал, и я как бы выполнил последнюю ситуацию. А, это Джо его товарищ, который... Да, Джо его товарищ, который ему помог, и в итоге они такие и везут этого главного героя и вот этого Джо в отдельной машине, и тут эта отдельная машина куда-то сворачивает, и он такой, так, мы же как бы вроде выполнили, что вы говорили, а ему говорят, прости, но Джо в сделку не входил. Это такой... И там титры идут. Понятно, что это тоже очень манипулятивный такой момент, но в целом он ударил гораздо сильнее, чем любое событие из... Ну да, да, пожалуй. Ирландца. Я согласен. Ну что, дальше? Да, давай перейдём к следующему фильму. Что у нас там, дай пополам. Кролик Джо-Джо. О, да. Ты посмотрел его, по-моему, гораздо раньше, чем я. Да. Что ты из него помнишь? Что-то тебе понравилось. Да, я помню всё, мне очень понравилось. В целом, в целом, мне очень нравится, как режиссёр Тайка Вайтити, и как бы комедийные фильмы, и полукомедийные. Я, если честно, из главы вылетел название, но фильм про то, как там мальчик с мужчиной потерялись в Новой Зеландии где-то в лесах, мне тоже очень понравилось. Притом там прям как таковой комедии-комедии не очень много. Вот. Мне очень нравится работа со сценарием и с моментами... Например, в этом фильме момент, где все здороваются, Хайль Гитлер друг с другом. Это очень смешно. Или про то, как девочка, притом она сама ещё достаточно маленькая, но подросток осаживает ребёнка по поводу его идеологии и так далее. Тоже это очень смешно. Но мне больше всего понравилось сразу, с места в спойлеры. Про то, как они построили сцену смерти матери главного героя. Да, да, она была такая. Это первая, наверное, серия за очень долгое время, момент точнее, за очень сцена. За очень долгое время, когда я прям, что называется, прям было слышно, как мы вздохнули в комнате, когда с Настей смотрели фильм. Когда мы такие, значит, смотрим, 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 появляется этот кадр и мы такие... Это впервые за очень долгое время. Мне скорее даже понравилось не то, как это представлено, а то, насколько... Опять-таки тут, не знаю, параллель с 1917, то, насколько не давят на это в фильме. То есть, они показывают события, но не пытаются из тебя выжать эмоции. Ты сам должен испытать эти эмоции. Если ты их испытываешь, ты испытываешь. Если нет, то вот тебе фотографии с домами, которыми безмолвно наблюдает за всей этой картиной. Ну, не фотографии, как бы кадры. Вот. То есть, не было такого, что вот он увидел, потом после этого нужно показать, как он поплачет, включить грустную музыку. Ничего такого в фильме нет, это событие, оно на него повлияло, повлияло на зрителя, но его никак не форсирует дальше. Мне вот это очень понравилось. А ещё я стал замечать такие дома здесь, в Мюнхене, на которые я раньше не обращал внимания, сейчас я периодически делаю фотки. О, дом похожий, ну, как в фильме, что вот он наблюдает. Я не замечал, что он наблюдает так своими чердачными окнами. Да, да. Да, в целом очень много находчивых таких было моментов, собственно, как вот с городом, который видит преступления фашистов и просто смотрит на них. Собственно, как эти дома, которые смотрят на повешенных. Ну, то есть, в целом фильм, на мой взгляд, он очень сильно про дерадикализацию. Ну, очевидно, что это, типа, основной момент, потому что у нас есть очень радикализованный мальчик, который пусть по-своему, но, очевидно, верит в фашистскую пропаганду. И со временем он, типа, перестаёт в неё верить. Но мне очень нравится, как Тейка в Айтите ставит этот конфликт ближе к концу, потому что ближе к концу мальчику нормально, в принципе, сосуществовать с еврейской девочкой в одном доме. Но он говорит последнюю штуку. Типа, сосуществовать недостаточно. Ты не можешь оставаться просто, типа, таким вот человеком, которому, ну, нормально, евреи могут существовать. Ты не можешь быть просто наблюдателем фашистского режима и не принимать участие. Ты, типа, как это сказать? Очень хорошим символизмом в этой ситуации является картинка, если ты помнишь, из книжки, которую Джоджо делает, которую нарисовала, собственно, девочка. Как её зовут, я забыл, честно говоря. Тоже не помню. Пускай будет с Саром, будем расистами. Да, ты не очень. Так вот. Ты помнишь картинку, которую она нарисовала? Да, да. Там он рядом с клеткой и кроликом. Потому что мне кажется, что в этом плане русский перевод названия работает немножко лучше. Для меня этот фильм называется «Кролик Джоджо» не потому, что Джоджо является кроликом, а потому что у Джоджо есть кролик. Кролик в этой ситуации не сам Джоджо, а это девочка. Потому что, как и перекликаю со сцены из начала фильма, кролик – это не тот, кто боится что-то делать. Кролик – это тот, у кого нет выбора. Кролик из начала фильма умер не потому, что он боялся фашистов. Очевидно. Ну да. Он умер потому, что он не смог от них убежать. Потому что у него не было никаких шансов на это. И Джоджо не может быть против того, что здесь произошло, и не может чтить память своей матери, если он просто смотрит на кролика, а не убивает его. Для того, чтобы не быть соучастником, недостаточно просто не участвовать в этой ситуации уже. Нужно активно против этого бороться. Единственным его выходом остаётся отпустить кролика, а не просто поддерживать статус-кво. Слушай, ну а как тогда, если эту мысль… Я не увидел эту мысль, я согласен, что, возможно, она там есть, но как тогда, если эту мысль брать во внимание, оценивать персонажа, капитана, который как бы на полном серьёзе в итоге воюет за свой город, когда союзники приходят, за фашизм воюют, но при этом он не задаёт девочку, он положительно относится к героям и в целом выглядит как хороший человек. Он воюет за фашизм, у него тоже не особенно нет выбора, потому что он тоже во многом в этой системе кролик, особенно учитывая, что там многократно намекают на его гомосексуальные отношения с этим парнем, как его там, Капрал Фенкель, как его зовут, я не помню. В общем, да. Что особенно очень сильно на меня повлияло, когда они сделали, наконец, свою форму, и у них форма расшита розовыми треугольниками. Да, да. Это было прям так... Если честно, мне форма напомнила Вархаммер почему-то. Вархаммер, да, абсолютно. Это абсолютно такая же чрезмерно маскулинная, но смешно из-за этого выглядящая фигня. Да. А потому что, да, мне даже кажется, что у неё просто нет особенно выбора. Нам дают довольно чётко понять, что вот персонаж Роквелла, он скорее всего был тоже членом сопротивления. Он же не просто не сдаёт эту девочку. Он боится, собственно, матери Джоджо. Значит, он с ней знаком. И он приходит к Джоджо в дом, когда там, собственно, все фашисты собрались. Когда... Ну, он привозит с собой велосипед. Он к ним просто так не заходит. Ну да, да. И он привозит велосипед не Джоджо, он привозит велосипед матери. То есть, скорее всего, он пришёл туда, чтобы вывезти а тут с Джоджо попытаться. Или, по крайней мере, предупредить его и сказать, что вот там, типа, мать повесили. Угу. Но он не успевает этого сделать просто. Так что он тоже этот кролик, который из-за своего положения уязвимого не может просто, ну, типа, он вынужден выживать, скажем так. Он не может активно бороться, он, как и девочка, вынужден только прятаться. Только она прячется на чердаке, а он прячется, ну вот, на виду. Почему бы не дезертировать тогда в последней битве? Зачем? Зачем вообще сражаться? Зачем вообще сражаться, да, это для меня непонятно. Не знаю. Может быть, он всё ещё, типа, надеялся. Значит, может быть, он понимал, что у него тут шансов тоже будет немного выжать. Его всё равно расстреляют. Кстати, по поводу расстрела, вот это тоже меня очень позабавило, в плохом смысле. Что приехали американцы и всех освободили, а потом пришли русские и всех расстреляли. Блин, я, если честно, может, не очень внимательно смотрел, но я даже не обратил внимания, что это русские и всех расстреляли. Да, да, то есть там типа, пришли американцы и все. Там пришли две армии солдат, там пришли американцы и русские. Но сначала показывают американцам, как они объезжают в город и, типа, знаешь, там... С флагами ездят. С флагами ездят, да, и такие счастливые. Потом показывают, как советский, значит, солдат видит Джоджо в мундире в этом и его тащат на расстрел. Это было прям такое... Да, чуваки... Ну, в общем, да. Джоджо очень хороший фильм. Да, он и смешной, и где нужно грустный, и очень... Он вот воодушевляющий такой. Мне то есть понравилось, как решаются проблемы тоже. То есть, например, опять-таки, знаешь, вот как не давит, когда в любом другом фильме мать, которая рассказывает там ребёнку, почему у них нет отца, вот она одинокая такая, это тоже было бы в супердраму превратили, а в итоге как-то фильм так выводит это всё на танец и в такую не смешную, но трагикомедийную ситуацию тоже из этого всего делает. И он лёгкий очень фильм, и при этом рассказывающий тяжёлую историю. Это как-то такие две взаимисключающих, но не в случае этого фильма. Как, собственно, и сам комедийный Гитлер как идея. К слову, я думал, что Гитлера будет гораздо больше. Да, я тоже. Но его было вот достаточно. Мне понравилось то, что, в общем, в удалённых сценах есть момент, где показывается воображаемого друга Геринга, что у мальчика был воображаемый друг Геринга, но из-за того, что он перестал в него верить, он такой полностью раздолбанный, у него там слюна капает изо рта, у него там китель рваный, и он там, да нет, я всё ещё классный, там, типа, пытается, такой, не-не-не, и на Гитлера смотрит, такой, да, типа, это, блин, идиот какой-то, давай, погнали тусить, типа, вот. Ну, и мне понравилось, что это сделано, ну, показывает, скажем так, исключительность Гитлера в этом плане, что это вот так, не просто, что ребёнку нужен какой-то воображаемый друг из тех людей, которые восхваляют, а это вот конкретный идол, и он идол, ну, вот для этого мальчика. Как должна выглядеть комната мальчика? Да-да-да-да-да. Ну, в общем, фильм клёвый всем смотреть, если вы не смотрели. Да. Вы, странно, вы уже нас не слушаете, если вы его не смотрели, потому что мы не говорили про спойлеры. Ну, может, кто-то и не планировал смотреть, и решил послушать. Тогда можете уже не смотреть, мы всё про спойлеры. Ну, как говорится, notable participants у нас перед главным фильмом. Да, да. Что ты вообще думаешь по поводу... Хотя, знаешь, давай чуть-чуть попозже мы обсудим, что ты думаешь по поводу лучшего фильма. Сейчас я расскажу. Не, я именно про маленьких женщин имел в виду, что, типа, это... Я просто сразу скажу, что его посмотрел только Антон, я честно пытался его смотреть, но в итоге через 15 минут я такой, нет, извините, я не могу смотреть. Я понял, что, возможно, у меня какая-то нелюбовь к костюмированным историческим фильмам, но я прям... То есть, у меня не было такого, что, ой, что это такое показывает, ой, фу, невозможно смотреть. Я такой, блин, господи, как же скучно. И всё, и просто перестал. Возможно, там что-то дальше развивается, но... Да, там развивается, и я, честно говоря, маленьким женщинам тоже относился довольно предубедительно сначала, потому что их, в свою очередь, начинала читать Настя, которая как раз любит всякие исторические штуки. И он ей показался скучным. Я имею в виду. И, в общем, да, я ожидал, что я умру. Прямо там, в кино. Но, к счастью, я сходил в кино, из которого я не мог выйти. Просто так деньги уплощены, сиди до конца. Кстати, возможно, это вот причина. Я смотрел из дома, и поэтому, ну, как бы всё выключил. А если бы я был в кино, может быть, я бы даже ещё и посмотрел. Да. Но, к слову, маленькие женщины смотрятся невероятно легко. И во многом, мне кажется, это заслуга очень хорошей адаптации. Я не осмотрел все фильмы из лучшего адаптированного сценария, но, по крайней мере, мне кажется, что маленькие женщины в этом пошли дальше и лучше, чем Кровик Джоджо. Потому что в книге это просто очень довольно, ну, довольно большой период времени описывается, который, ну, так, линейно развивается. Вот до конца. Такой эпос немножко, но в викторианском стиле. А в, ну, тоже как в викторианском, потому что это всё-таки не Англия, а Америка, условно. В викторианском, скорее, про время. Да, кстати, тоже, наверное, нет. Там же гражданская война. Ну, значит, просто ты сказал фигню. Всё, всё собрал, да. Просто, да, да, всё так. Ну, так вот. Короче. В маленьких женщинах в фильме есть одно большое и клёвое отличие. Две временные линии, которые развиваются параллельно. Мы видим этих девушек детьми, ну, подростками, которые, вот, живут в той ситуации, в которой живут не очень богато, но очень любопытно. Типа, любопытствующие пытаются найти себя и какие-то, может быть, даже строить отношения. В общем, живут переживаниями подростков. И про это нам рассказывается история их же взрослых, которая разнесла их по разным уголкам мира и добавила ворох взрослых проблем ещё сверху. И у всех, естественно, сложилось всё не совсем так, как они ожидали. Фильм сходится в какой-то момент в одной точке, причём не так, как это бывает, знаешь, типа, ну, временные линии просто в этом месте соприкасаются. А он соприкасается этими временными линиями при помощи перекликающихся событий. Я могу, опять же, проспойлерить, но если ты всё-таки захочешь его посмотреть когда-нибудь, то я не буду. Нет, давай проспойлеры. В определённый момент, в прошлом, сестра, младшая, по-моему, сестра из тех четырёх, заболевает. Третья, Бет. Бет у них третья? Ну, судя, я читаю про книжку сейчас параллельно, и тут написано, что умирает в 18-летнем возрасте Бет. Так вот, она в какой-то момент заболевает и, ну, типа, болеет просто тяжело. Они за неё очень сильно переживают и, типа, постепенно, как бы, мирятся друг с другом и сходятся вокруг неё и всячески пытаются ей помочь. А она же в будущем болеет уже довольно долго, тяжело. И у неё происходит обосрение, из-за которой одна из сестёр возвращается домой. Собственно. И вот тут начинается странное, потому что, ну, прям очень часто переключающиеся временные линии показывают очень напоминающие друг друга события с болезнью Бет. И там, и там она болеет, но в прошлом она выживает, а в настоящем нет. И, в общем, это такой катарсис... Катарсис... Катарсис ужас. Нужно ещё более сказать возвышенно. Я не буду. В общем, да, это такой... Я скорее подумал, что ты из-за ударения возмутился. Нет, ну, из-за ударения тоже, но, типа, я специально это сделал. Всё так было объяснять теперь. Нет, тут просто дело в том, что эта сцена довольно непривычно, мне кажется, как приём, убивать одного из главных персонажей вот в таком виде. Особенно в такой вот миленькой, значит, драмеде про женщин, которая, казалось бы, должна быть про... Опять же, если мы вспоминаем традиционные такие штуки, то скорее про их какие-то переживания и про становление, возможно. Но нет, здесь это вот буквально, типа, они сталкиваются со смертью, и им приходится с этим как-то милиться. И это является сразу таким вот центром эмоционального фильма, после которого происходит развязка, такая очень, не знаю, заглаживающая немного всё-всё-всё-всё происходящее. И оно из-за этого получается одновременно очень... Как бы так сказать... Оно очень эмоциональное и очень... Мне кажется, я говорил уже это слово сегодня, человеколюбивое. Тебе хочется переживать этим девочкам и потом женщинам. И ты понимаешь все их проблемы одновременно, потому что тебе параллельно показывают эти перекликающиеся сегменты из их прошлого и настоящего. Тебе очень удобно смотреть в этом фильме почему, типа, они оказались в той ситуации, в которой они оказались. При этом тебе всё ещё интересно, к чему это всё в итоге придёт. Ну, в общем, да. Таким образом получается, что фильм очень интересно сконструирован, и это именно того, чего не было в книге. Поэтому, как бы, вот мне кажется, что адаптированный сценарий здесь всё-таки получился просто более интересным в плане конструкции. Я уверен, что книга гораздо тяжелее читается. Настя, когда вышла из кино, сказала, что книга, в принципе, гораздо хуже. Опять же, потому что она ведь читала. Но, да, если вы всё-таки всё ещё сомневаетесь, и вам кажется, что это такая вот драма скостюмированная, историческая, которая будет безумно скучной, она... Ну, мне не показалось скучной вообще, но для вас, по крайней мере, может быть, перестанет быть скучной спустя небольшое количество времени. Нет, немножко не добил. Да, то есть, возможно, Тима просто немножко не досмотрел. Ну, я советовал бы всем посмотреть. Хотя бы попробовать, типа, действительно посмотреть её до конца. Мне кажется, что вам понравится. Но больше я, пожалуй, при ней ничего говорить не буду. Становится тяжело. Единственное, что я только хотел добавить, что у меня всё равно диссонанс в виде Эммы Уотсон с двумя детьми, играющей... Она же старшую сестру играет. Да. Да, играющую старшую сестру, при том, там же Сирша Ронан, которая выглядит не сильно младше её... Играет её более младшую сестру. Ну, к слову, Сирша Ронан как раз очень хорошо именно в этом фильме перевоплощается, мне кажется, из молодой версии в более старую, потому что другие персонажи, они в целом, ну, типа, не очень удачны, на мой взгляд, показывают разницу. А у Сирша Ронан, мне кажется, получается хорошо. Как раз вот этот момент. Так что с ней, как раз, вообще-то вопросов не возникло. Эмма Уотсон всегда выглядит, да, молодой, и она даже во взрослом возрасте кажется тоже, типа, одной из младших сестёр. Её правда странно видеть с детьми и мужем. Собственно, Сирша Ронан единственную, и номинировали на лучшую актрису. Ну да, но она правда скорее просто главный персонаж. Максимально близкая к главному персонажу из тех, что у них там есть. Угу. Вот. По поводу лучших фильмов. Что, ты думаешь, всё-таки должно было взять этого титула? Конечно, Форд против Феррари. Этот Махач, да, тот самый. Да. Тот фильм, в котором мы его придумали. Да-да-да, конечно, не тот фильм, который на самом деле, потому что мы его не для вот этого... Блин, реально, а вот что было бы, если бы Соркин писал сценарий к фильмам про трансформеров? Меха-аниме от Соркина. Да, вау. Ну это, в принципе, Евангелион, так что. Слушай, если мы выбираем из тех фильмов, которые номинированы, то я больше всего сомневаюсь между паразитами и брачной историей. Вот да, честно. Мне паразиты явно понравились больше, хотя брачная история была очень эмоциональная и тоже максимально близкая мне такая история брачная. Брачная. Да, нет, у меня нет таких проблем, как брачная история, но это всё ещё было, правда, очень прочувствовано как-то. Паразиты, мне кажется, как фильм сложнее, но я вот абсолютно пришёл к тому же выводу. То есть я выбирал бы между паразитами и брачной историей, и, скорее всего, выбрал бы паразитов. Почему, ну типа, почему тебе паразиты показались достойными этого? Если честно, потому что это самое необычное кино из всех. То есть мне скорее, ну, удивило вот это, удивило смешение жанров. Оно не какое-то прям удивительное по сравнению вообще со всем кинематографом, но, как я сказал, по сравнению со всеми фильмами, которые были номинированы, все остальные всё-таки чуть более, ну, они все жанровые очень. Ну да, да. И они по законам жанра. Единственное, что «Однажды в Голливуде» немножко... Ну, тоже-то, да, я согласен. Однажды в Голливуде сложно... Ну, у него есть свой жанр, называется фильм «Тарантино». Да. Притом его многие обвиняют, что это совсем не похоже на «Тарантино». Вот. Но в целом вот поэтому «Обрачная история» просто сам факт того, что это фильм, жанр, который я вообще не люблю, а он мне понравился, ну, для меня в многом говорит. Я такой, ну, наверное, это, наверное, прям суперхороший фильм получается в этом жанре. Да. Вот. Я скорее согласен с этим. «Паразиты», правда, самые необычные. Дело, мне кажется, даже не в смешении жанров, а в том, что он... Как говорит персонаж, собственно, из фильма, всё так метафорично. Ну, я... У меня не так много по этому поводу мыслей, потому что я его смотрел прям совсем давно. Вот как он победил на Каннском фестивале, а это май, конец мая. Ого. Вот. И я, ну, как бы я не сразу после этого его посмотрел, но вот типа летом. Поэтому мне прям много мыслей я не скажу, но интересно, что ты можешь рассказать, почему он тебе понравился и как. Угу. Да. Я, честно говоря, тоже жжёл в «Паразиты» с абсолютно чётким представлением, что это фильм, который внезапно меняется в середине фильма по жанру, что оказалось не совсем так, на мой взгляд. Угу. Потому что, ну, там, безусловно, есть как бы момент, который немножко переключает наше внимание с одной проблемы на другую, но для меня он как раз кажется очень цельным, хотя и разным по настроению. Всё, мне кажется, уже все сказали по поводу «Паразитов». Единственное, что меня прям до сих пор безумно радует в этом фильме, и всё тоже очень сильно повлияло на мой выбор его как лучшего фильма, то, что я до сих пор спустя сколько? Три недели, наверное, может, две, не помню точно, после его просмотра постоянно нахожу какие-то новые факты про всякие штуки внутри фильма. Ну, например. Знаешь, как многие любят постить про там линии, которые разделяют персонажей богатых и бедных. А, окей. Типа операторские всякие штуки. Ну да, да, да. А потом ещё неожиданный взгляд на то, почему у них сын у семейства этих паков заинтересован именно в индейцах. А почему? Тоже, ну, типа, там была такая теория, ну, точнее, интерпретация, скорее, то, что индейцы тоже очень хорошо ложатся во всю историю этого фильма, как бедные люди, которые, ну, скажем, просто в целом коренные американцы, которые, типа, ну, в которых использовали более богатые люди, на которых паразитировали. И сейчас продолжают, потому что вигвам и даже традиционный, типа, головной убор остаются просто игрушками у богатого ребёнка. Они являются, типа, они больше не являются частью народа, они стали, типа, товаром, эстетикой, которую можно на себя примерить, которую можно дать ребёнку поиграть. При том, что, ну, типа, это также подчёркивает одержимость американским, которые явно прослеживаются в этих богатых семьях, ну, в паках и, видимо, в их, вот, тоже друзьях этих всех. Потому что они все очень тащатся по этому, по всему американскому. Ну, и англицизм используют. Используют англицизм, и в целом, типа, все люди, которые используют английские слова, все очень, так это, типа, стремятся в богатое общество. Indeed. Мне понравилось не... Это не относится никак к фильму, но это забавная штука, что они же смотрят видео, как складывать коробки в самом начале. И это реальные видео с Ютуба, и там просто девушка реально, ну, показывает, как это складывать и так далее. И теперь эта девушка может говорить, что она снялась в оскароносном фильме. Да, это забавно, это забавный факт. Дело в том, что «Паразиты» очень такие рассусоленные фильмы уже, потому что у нее про нее сказали все, что только магнит, на мой взгляд. То есть очень много времени прошло в целом. Его разбирали прям досконально несколько раз. Хотя, ну, основная интерпретация остается той же, про «Паразитов». Мне еще нравятся все эти мелкие детали про то, кто где и откуда живет. Один из самых... Ну, собственно, как бы, на удивление, самым сильным моментом фильма для меня оказался даже не пришествие домработницы, которая к мужу вернулась. За мужем, точнее, вернулась. А потоп, который после этого последовал. Может, там был очень клевый кадр с водой по ступеням. С лестницей. Да-да-да-да. Которая спускается. Это как раз очень хорошо. В целом весь месседж фильма и вот это перевернутое перевернутое паразитирование показывает. Потому что мы должны рассматривать же типа «Миланных героев» как паразитов. и в этом моменте типа становится немножко более понятно, что вода типа сверху вниз течет. У нас везде все, что касается богатых, связано с подниманием наверх по холму, по ступеням к ним в дом. И вот у них оттуда, сверху, вода стекает вот туда вниз, где у людей трагедия случается из-за этого потопа. И при этом, как бы, что тоже очень забавно, они живут, семья Кимов живёт в полуподвале в то время, как тот человек живёт прямо в подвале совсем. Да, да. Это довольно забавно. Кстати, это я читал достаточно популярное жильё сейчас в Южной Корее. Полуподвал? Да, ну просто потому что там перенаселение очень жёсткое и жить ну буквально негде. И вот эти полуподвалы, которые вообще предполагались как место для скрывания на случай войны с Северной Кореей, вот, там сейчас очень много людей живёт и это реально ну прям очень плохие условия. Ну да, верю. Но, типа, жить негде, поэтому люди живут там, притом даже не всегда самые бедные, просто буквально из-за того, что негде жить, люди даже там среднего класса живут вот в таких вот местах. Но могут ли они после этого называться средним классом, не секрестно? Да, это вопрос. Ну знаешь, это скорее низшая ступень среднего класса. Унтер-офицер. Звучит плохо. Забавляет то, что Пон Джон Хо, Пон Джон Хо, пардон, думал об этом фильме как о сугубо корейском, и потом пришёл, взял главную награду, и не только её. и в целом очень радовался, что фильм нашёл отклик у других тоже везде, на других языках. Как он ещё прокомментировал, как будто мы все живём в одной большой стране под названием капитализм. Да, так что да. В общем, год был клёвый для Оскара. Мне нравится, безусловно, весь этот подъём леванских фильмов явно. Мы же в итоге решили в разогреве, что леванских тут только два. Ну, да, но это больше, чем ноль, которые бывают обычно. Что ж, что ж, да, за леванские фильмы. Не, ну да, мне понравился в этом году Оскар, мне все было фильмы интересно смотреть. Кстати, не звал, потому что есть же ещё кролик Джоджо. Ты уже, ну, я знаю, что ты его определяешь вправы, но будет в другую сторону. Он правый, он против леваков, против фашистов, значит, правый. Да, да, да. Так работает политический компас, всё верно. Ну, они же как раз работают так, буквально. Нет. Ну, если ты не правый, значит, ты левый или центрист. Ладно, да, в политику не будем, но заходите. Да, я просто говорил про то, что реально очень классные фильмы у Оскара, мне понравилось, что в этом году это фильмы, когда выбирали Оскар, я реально мог болеть, а не смотреть что-то ради Оскара один из пяти, такой, о, очень классный фильм, ему было прикольно получить Оскар. Но, с другой стороны, у меня, например, не было в этом году ни одного фильма, который на меня бы так же, ну, не то, чтобы на меня повлиял, а такие же впечатления оставил их, например, какой-нибудь в центре внимания, который Spotlight был, там я прям на окончание сидел с открытым ртом и такой, вау, вот это фильм. Не помню, в каком году он был на Оскар. Я помню, что я употребил его, ну, уже довольно много времени после Оскара. Явно не в том году и не в следующем, может быть, даже. Я его досмотрел до Оскара и тоже болел, но это, знаешь, было нечестное боление, когда ты посмотрел один или два фильма из всего пула и такой, ну, да, я посмотрел этот фильм. С другой стороны, это примерно, как оказалось, так, как и выбирают на Оскаре люди, которые выбирают это, потому что, судя по интервью и по большому, ну, по этим, интервью, люди, которые там сидят и выбирают, они очень мало фильмов смотрят в итоге и часто выбирают или друзей, или тот, про который больше в прессе говорят, или ещё что-то такое. Или тот, который больше спонсировал Оскар. Ну, типа, там, со многими наградами, так что, они принимают пожертвования. Ну, финансовые, так что-то. Как кто-то говорил, правда, что Настлик закидал просто деньгами Оскара в этом году, чтобы ирландцы везли. Да. Вот. Ну, и ещё всё равно не выбрали. Но при этом, я жалею, что я не посмотрел его до Оскара, так бы ещё бы интереснее было смотреть. Да, да, пожалуй. Ну, что, на этом всё? Да, крёвый год. Пишите, что вы по этому поводу всём думаете, какой у вас фильм лучший и любимый этого года, наиболее заслуживающий Оскара. если с нами не согласны, тоже пишите. Да, всем пока. Да, давайте. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok